Не поверишь, что мне сказала одна из тверичек. Подожди. Она здесь? Этот парень проверяет каждое яйцо, смотри. Он уже 20 минут так сидит. А что он здесь? Сказал, что хочет отобрать идеальную дюжину. Что? Да, каждое яйцо должно быть совершенным. Дело у него плохим. Похоже на то. Посмотри на эти коробки, которые не прошли проверку. Почему ему не смешать и не взять, что лежит? Я сказал ему, а он орал на меня. Что он сказал? Сказал, что очень важно иметь понять о стандарте и что все в наше время потеряли уважение. Я тоже кладывал яйца. Даю ему еще пять минут, потом вызываю копов. Нахрена мне это сдалось? Две пачки сигарет. Я тоже просто в шоке. Вообще-то я такое уже видела. Вы знаете его? Нет, но я знаю такое поведение. Он ведь ищет идеальную дюжину. Спорю, он консультант. Почему так думаете? Я видела такого же парня в Фод Сити в прошлом году. Продавец сказал, что он полчаса пелился на яйца, проводил анализы, тесты. Я спросила, почему никто не позовет менеджера, а он сказал, что такое случается по два-три раза в неделю. Обычное дело. Да ладно. Я серьезно. Это называется контузией. Похоже, такое случается только с консультантами. Раньше всех это очень напрягало, но теперь на них никто не обращает внимания, потому что они всегда платят за то, что разбивают и никого не беспокоят. Если бы вы работали консультантом, у вас бы тоже крыша поехала. В этом что-то есть. От моего консультанта тоже не будет прокурор. Я же говорю, очень важно иметь работу, которая приносит разнообразие, поэтому я вручную мастурбирую диким животным для искусственного оплодотворения. Облегчение. Ты не замечал, что все цены заканчиваются не девятки? Странно, да? Знаешь, сколько успевает сдать за час спермоуборщик? Кто такой спермоуборщик? Парень, который моет стрип-кабинки в пип-шоу после каждого мужика, драчащего там. Стрип-кабинки? Да, кабинки. Ты никогда не бывал там? Думаю, нет. Это круто, старик. Ты заходишь в кабинку, и тебя от этих телок отделяют только стекло. За одно шоу берут 10 баксов. Какое шоу? Представь, что бы ты хотел от девки в своих самых диких фантазиях. Так вот эти телки делают это. Они вставляют все, что угодно во все дыры. В любую. Поговорим об этом позже. А вот спермоуборщики убирают кабинку. Обычно все выстреливают на стекло. Может, ты не знаешь, но сперма оставляет царапины, если вовремя не убрать. Я больше сюда никогда не приду. Что, простите? Говорить разные пакости перед клиентами. Да вас обоих надо уволить. Простите, я думаю, мы правда заговорились. Не знаю, но одного извинения недостаточно. Вы оскорбили меня от глубины души. Если вы думаете, что это оскорбительно, тогда посмотрите сюда. Я думаю, что вы можете видеть ее кидни. Я думаю, что это печенок можно разглядеть. Зачем ты так делаешь? Он ведь вернется и расскажет все боссу. А тебе не насрали, он кретин. У тебя постоянно какие-то затраханные покупатели. Это, братенка, было ничего, если бы здесь не было таких клиентов. Вот мне завтра влетит от шефа. Будь проще, тебе станет легче, если ты будешь вываливать давно на клиентов. Зачем? Я их не трогаю. Ну, конечно, расскажи мне еще, что у тебя не бывает клиентов, которые выжимают с тебя соски. Да нет же. Хватит гнать. Давай, поделись, выпустите пар. Кто тебя накручивает? Давай же. Ну, это не один какой-то клиент, это скорее группа клиентов. Я вести внимание. Например, доярки. Доярки? Есть женщины, которые просматривают каждый литр молока, пока не найдут самую свежую дату выработки. Как будто каждый пакет молока пролежал в контейнере лет десять. Знаешь, по кому я скучаю? По людям в видеопрокате. По каким именно? По всем. Что бы вы предложили для шестилетнего мальчика, который писается в постель? У вас есть новинки? Новинки в видеопрокате. А у вас есть этот фильм с тем парнем, который снимался в том фильме, который вышел год назад? Они всегда убирают с полки, самый тупой отстой. О, морские котики! Такое впечатление, что у них у всех IQ ниже их размера обуви. Думаешь, тебе задают глупые вопросы? Слышал бы ты бред, который я выслушиваю? Как-то нет льда, я должен пить кофе горячим? Так сколько это стоит? Двенадцать девять центов. У вас есть ступицы на колеса Пинта с 72-го года? Вот видишь, ты упстал пар. Тебе не стало легче? Нет. Почему? Потому что моя бывшая подружка выходит замуж. Господи, у тебя в мозгах только одна из вильнов урючат. Называется Кэтлин. Субтитры создавал DimaTorzok